Из Кремля в Зубутли Мятли. Накануне в республику прилетела Олимпийская сборная России по вольной борьбе во главе с тренером Замбулатом Тидеевым. В Дагестане лучших борцов планеты ждал теплый кавказский прием. Зажигательная лезгинка, угощение и встреча с тысячами болельщиков. Атмосферу передали наши корреспонденты. В Кизлюртовском районе олимпийцев встречают как героев. Сотни юных болельщиков выстроили живой коридор. На встречу с жителями села Зубутли Мятли команда медалистов Токио приехала в полном составе. Мы ощущали вашу поддержку, когда вы за нас переживали, болели. Ардул Рашид Садулаев, Заурбек Седаков, Заур Угуев, Гаджумрад Рашидов и Артур Найфонов. Каждый из них прошел долгий и сложный путь к триумфу. Никаких секретов нет. Только вера в победу и полная самоотдача на тренировках. У каждого родных и детских ребят есть своя история. Они просто так чемпионом не стали. Это 10-15 лет кропотливой работы. Они тоже были такими же, как и вы. Вы не думайте, что чемпионами становятся только ребята из состоятной семьи. Наоборот, если не верить его, спросите у главного тренера, 99% наших горных ребята из не состоятной семьи. Просто у них есть огромное желание, у них есть цель, у них есть мечта. Они хотят стать чемпионами. Приезд титулованных спортсменов стал для местных жителей настоящим праздником. Отпускать гостей без подарков здесь не принято, поэтому всех вольников нарядили в бурки и бапахи. Помимо Кизелюртовского района, команда Олимпийца успела побывать и в Махачкале. В Музее спортивной славы гостям провели экскурсию. После чествования в Дагестане у вольников будет еще несколько дней для отдыха. Затем спортсмены присоединятся к сбору национальной команды в Сочи. Впереди финальная часть подготовки к Октябрьскому чемпионату мира.